У нас сегодня много полезной информации. С моей точки зрения, этот блок – это один из самых нужных блоков в нашем разговоре двухмесячном, потому что он очень важен в работе продукт-менеджера. Это те навыки, которые вы, освоив сейчас, будете оттачивать дальше, если будете работать в своей работе, я думаю, что несколько лет так уж точно. Итак, сначала мы с вами поговорим про проблемы пользователя. Какие они бывают, как они классифицируются, какие бывают базовые потребности, какие бывают продуктовые потребности. Заодно составим с вами карту ценностей и поймем, на что нужно обращать внимание в случае целевой аудитории. Небольшой спойлер – не на соцдем, так это очень многие делают. Я объясню, почему. Затем, после небольшого перерыва, мы с вами поговорим про проверку гипотез. Какие типы интервью вообще бывают, на что обращать внимание, как их правильно проводить. Итак, проблемы пользователей. Где и как их искать? Как наверняка вы действительно правильно заметили, один из самых простых способов классификации, наверное, самых известных – это потребности пользователей по маслу и, в принципе, потребности людей по пирамиде масла. Правда, далеко не все понимают, из каких частей она состоит и какие разные потребности на каждом из этапов существуют. А что еще важнее, не все понимают, какие типы приложений и сервисов закрывают, какие из типов потребностей. И порой забывают о том, что без закрытия базовых потребностей, закрытие более высокого уровня невозможно. То есть, когда мы ищем потенциальные проблемы или пытаемся закрыть как-то, придумать, какое приложение или сервис нам сделать на какой-то рынке, некоторые люди прогорают не на том, что они выбирают неправильную проблему в целом, она существует, но она не актуальна на данном типе развития или на данном уровне экономики и социологии, каких-то социальных моментов. Просто потому, что более низкие уровни в пирамиде масла не закрыты. Итак, из каких этапов состоит пирамида масла, из каких элементов наверняка тоже вы наверняка эту пирамиду видели, ее обсуждали, поэтому сейчас мы не будем сильно заострять внимание, я пробегусь по каждому из этапов в отдельности и просто расскажу, что к нему относится. Это один из примеров, мне он кажется просто наиболее подробным, именно поэтому я его и привожу. Есть физиологические потребности, затем потребности в безопасности, социальные потребности в уважении и признании, и, наконец, верхнеуровневый блок, который, как правило, объединяется в потребности самовыражения, и туда относятся творческие потребности, эстетические и духовные. То есть все то, что не относится непосредственно к нашим возможностям выживать, скажем так, но то, что доставляет нам некоторое эстетическое удовлетворение. И несколько примеров. Физиологические потребности. Пища, вода, тепло, сон, одежда, отдых, жилье, продление рода. Здесь все просто. Безопасность. Здоровье, тело, семьи, работы, недвижимости, этики. Кстати, последний момент довольно важный, особенно в современном мире, потому что мы достаточно развились для того, чтобы закрыть физиологические базовые потребности. Если я ничего не путаю, было исследование, где говорилось, что у 93 или 94% населения мира физиологические потребности базовые все закрыты. То есть им есть, что есть, им есть, где жить, им есть, как существовать. Поэтому, например, у нас сейчас очень остро встает вопрос безопасности, в том числе этики. На работе, вне работы. Социальные потребности. Еще уровень выше. Это принадлежность и причастность к друзьям, семьям, коллегам или другим кругам. То есть здесь, на самом деле, может быть больше примеров. Признание, самооценка, уважение окружающих. Вот это как раз уже в большей степени про закрытие таких этически-религиозных потребностей. Ну и, наконец, самовыражение. Это этика, творчество, личностный рост, самопознание. Итак, физиологические потребности. Еще раз напомню, их примеры – это пища, вода, тепло, сон, одежда, отдых, жилье, размножение. Здесь очень предсказуемо и понятные примеры. Delivery Club, Яндекс.Еда, Wildberries, Aviasales, Ozon. То есть это все то, что позволяет нам найти еду, пищу, доставка на дом и то, что упрощает, возможно, нашу жизнь. Теперь безопасность, здоровье, тело, семьи, работу, недвижимости, этики. Интересный момент. Что сюда может входить? Headspace, потому что это позволяет нам обезопасить свое ментальное здоровье. Сюда бы я, например, отнес любые сервисы типа Best Doctor или любые сервисы ТМС, которые позволяют заботиться о здоровье. Тинков-инвестиции. Это финансовая безопасность. То есть когда люди, накопив определенную подушку, начинают думать о том, что им хочется безопасности в плане денег, например, для своей семьи, они могут прийти сюда. Альфа-страхование. Безопасность здоровья или безопасность семьи. То есть вы хотите застраховаться в поездку, или вы, например, хотите застраховать свою жизнь для того, чтобы в случае нечастного случая ваша супруга или ваш супруг или ваши деньги получили какие-то деньги. Или, например, недвижимость. Мы страхуем недвижимость для того, чтобы когда она сгорела, вот это та же самая потребность безопасности. У нас были какие-то деньги, чтобы ее восстановить. Лена пишет. Я думала про какое-то базовое физиологическое, что ли, понимание безопасности. Нет-нет. Ну, этика и недвижимость довольно сложно отнести к физиологическому пониманию безопасности. Здоровье может быть, тело тоже может быть, но не все. То есть безопасность – это намного более широкая тема. Социальная принадлежность и причастность. Друзья, семьи, коллеги. ВК, Фейсбук, Телеграм, то есть любые соцсети или любые мессенджеры как раз-таки закрывают наши социальные потребности. Тут, правда, можно немножечко пофилософствовать и порассуждать, что является соцсетью, а что является мессенджером. Например, Телеграм, он является соцсетью или нет? На старте можно было, мне кажется, однозначно сказать, что Телеграм был мессенджером. Но сейчас он все еще мессенджер или нет? И какой вообще критерий, который отличает мессенджера от соцсетей? Признание, самооценка, уважение окружающих. Сюда относится LinkedIn. Я напоминаю, что это не только история про поиск работы, это еще и история про социальную сеть, но именно в профессиональных кругах, где вы можете опубликовать свои достижения, рассказать про свой доклад на конференции и получить уважение окружающих, поднять свою самооценку. Инстаграм. Все то же самое, но с другой стороны. Показать свою жизнь, посмотреть на жизнь других. TikTok. Ровно та же самая история. Самовыражение. Рост самовыражения, самопознание, творчество. Тут можно заметить, что на самом деле часть сервисов и приложений, которые я указывал ранее, они подходят и сюда. Например, тот же Инстаграм и TikTok вполне могут быть средством самовыражения. Но можно сюда отнести, например, и Photoshop, если для вас это не только и не столько инструмент для работы, сколько для самовыражения. GarageBand. Вы пишете музыку. Дуолингу, вы учите языки. Так, сейчас смотрю ваши вопросы. Полина, можно ли отнести приложение, более-менее гарантирующее конфиденциальность информации? Например, Telegram. Хороший вопрос. Я бы сказал, что часто приложения и сервисы, они закрывают сразу несколько потребностей. Вот как мы сейчас только что обсуждали, что Инстаграм и TikTok, они могут закрывать потребность и признание, и самовыражение. И в этом плане я бы сказал, что Telegram в первую очередь закрывает потребность социальную, но закрывая ее, он закрывает под потребность безопасности. То есть есть некоторые люди, я их знаю, которые пользуются Telegram, потому что считают, что это более безопасный мессенджер. Насколько это правда так или неправда так, это неизвестно. Насколько там Telegram вместе, насколько это более безопасная среда. Но тем не менее. Давайте поговорим немножко про другие, на самом деле, способы классификации потребностей. То есть мы с вами поговорили про пирамиду масла, про нее знают все или почти все, слышали. Просто сейчас мы немножечко уточнили, потому что некоторые из уровней и некоторые из типов потребностей вызывают вопросы все равно. А сейчас мы пойдем чуть глубже. Иногда потребности делятся на функциональные и эмоциональные. Что это значит? Примеры функциональных потребностей. Утолить жажду или голод. Добраться из пункта А в пункт Б. Унять боль. Согреться или охладиться. Ну и опять же понятно, что утолить жажду или голод, например, это как раз таки история про доставку еды и футтех. Добраться из пункта А в пункт Б – это история про такси, ну и так далее. То есть функциональное – это желание улучшить физиологическое состояние. Собственно, здесь заметно, что функциональные истории, они, как правило, работают на уровне к соответствующим физиологическим потребностям по маслу. Эмоциональное – защита и безопасность, уменьшение затрат финансовых, временных и других, увеличение своих ресурсов, социальная принадлежность, самовыражение и индивидуальность. То есть к эмоциональным относятся то, что в меньшей степени связано непосредственно с нашим телом и физиологическим состоянием, и в большей степени с нашим внутренним или внешним взаимодействием. Собственно, поэтому эмоциональные потребности делятся на внутренние и внешние. Пример внутренних – это, как правило, эмоциональные психологические истории. Например, это товар, уменьшающий или убирающий страхи потребителей. Сюда отнесется тот же самый Headspace, но я бы хотел дать немножко другой пример. Например, снизить риск при покупке экономичных товаров. То есть мы хотим купить какой-то дешевый товар, но при этом внутренне мы переживаем, что он будет невысокого качества. И нам нужен какое-то предложение, какой-то сервис, который позволит убедиться в том, что да, это не только экономичный товар, но и что он достойного качества. У нас есть Ozone, у нас есть Wildberries, у нас есть Lamode, у нас есть Yedadil в конце концов. То есть это возможность убрать свой страх, закрыть эмоциональную и психологическую потребность. При этом нужно понимать, что самими сервисами мы пользуемся не потому, что мы хотим закрыть эту потребность в безопасности. Этими сервисами пользуемся мы потому, что мы хотим закрыть какую-то физиологическую потребность. Еду, тепло, пищу. Не пищу, а одежду, прошу прощения. Но при этом параллельно у нас есть связанные эмоциональные потребности. Есть внешнеэмоциональные потребности, чаще всего они социальные. Это принятие общества, создание и поддержание имиджа. Здесь могут быть истории про влиться в тусовку более высокого уровня, одежда от кутюр, подчеркнуть женственность или мужественность, свою гендерную роль или еще какую-то... В современном мире тут может быть очень много вариантов на самом деле. Подчеркнуть принадлежность к социальной группе, какие-то экопродукты. То есть вообще вся эта история про веганство или про экологичность, это поддержка конкретно социальной группы. Опять же, здесь могут быть немножко разные потребности, их важно различать. То есть есть люди, которые веганят или которые ведут экологичный образ жизни, потому что им это важно. Потому что, например, это потребность в некотором самопорожении или потребность в том, чтобы сделать мир вокруг лучше. Это верхние уровни потребности пирамиды масла. А есть люди, которые занимаются этим не столько потому, что им это близко, сколько потому, что им хочется быть частью этой тусовки. Часть некоторой социальной группы, которая сейчас им одна. Поэтому вот, собственно, результат один и тот же. Для нас, как для создателей сервиса или приложения, это будет одна и та же... Ну, в смысле, не одна и та же, естественно, но будет смешанная аудитория. И на верхнем уровне мы даже не сможем понять, что по факту у них разные потребности. А нам это нужно делать для того, чтобы понимать, как мы эти потребности можем закрывать. А еще. Сейчас я дам вам прям большой список того, какие бывают разные деления потребностей. Например, первичные – вода и пища. И вторичные – кино домино. Например, абсолютное общение. И относительные – страницы в соцсетях. Высшие – эстетические, духовные и низшие физиологии. Созидательные – познание, какие-то лекции, всинхронизации или лекции, которые у нас сейчас происходят. И разрушительные – например, курение. Общие, ну, общие для всех или особенные, которые работают только в определенных группах потребностей, которые не возникают вне этих групп или возникают крайне редко. Индивидуальные и коллективные, обычные и чрезвычайные. То есть потребности, которые есть на постоянной базовой основе каждый день, или те потребности, которые возникают только изредка при определенных условиях. Частная – человек, компания или группы компаний или группы людей, и государственная. Осознанная – мне неудобно и неосознанно. Ух ты, мне было неудобно. То есть неосознанные потребности – это, кстати говоря, как раз-таки то, про что мы с вами говорили на одной из первых лекций, что одна из лучших типов потребностей – это там, где люди не осознавали, что она у них существует. То есть вот, когда человек начинает пользоваться вашим приложением или сервисом, изначально говорят – ух ты, а мне, оказывается, было неудобно. Я и не знал. Какие-то вопросы есть на текущий момент? Так, давайте я посмотрю, что в чате. Так, поняла. Спасибо, Полина. Пожалуйста. Чаще всего это сочетается, потому что даже те же идейные вишаны понимают важность видимости и подчеркивают свою принадлежность к группе. Да, я согласен. То есть все-таки чаще всего это сочетание потребностей, но есть те, кто удовлетворяет потребности, потому что считают, что это правильно, или по каким-то другим соображениям, а есть те, которые в большей степени все-таки считают, что им важно принадлежать к какой-то социальной группе, что не отменяет того, что они могут верить в то, что делают. Чел не осознавал, что сложно искать новую музыку, а потом перешел на Spotify, вкусил алгоритмы подбора и такой, ух, как хорошо. Да, да, Apple Music и Spotify именно так. То есть вот эта неосознанная потребность, когда у тебя вроде бы есть текущий способ закрытия этой потребности, то есть, как правило, осознанные потребности, это когда есть потребность, и она сейчас толком никак не закрывается. То есть способ закрытия очень неудобен и нет узкоспециализированных продуктов. Например, у нас есть потребность слушать музыку, есть Apple Music. Казалось бы, он закрывает эту потребность. Но потом приходят другие чуваки и говорят, слушай, дорогой, так мы же можем не просто удовлетворить твои потребности, сделать это качественно, сделать это лучше. Мы видим и знаем то, что не знаешь и не видишь ты, то, что на самом-то деле ты хочешь не просто слушать музыку, а еще и постоянно открывать для себя новую. Ты не хочешь 200 раз переслушивать уже имеющиеся композиции и делать это легально, а каждую неделю или каждый день тренироваться под новый список треков или узнать, что слушают в этот момент в Америке, какие топы, или что слушают твои любимые музыканты. И это мы тебе можем дать. Автозамена зума доведет меня до гроба, написала Елена. Ну, было бы забавно, если бы там что-нибудь было типа до грома. Хорошо, поехали дальше. Мы с вами поговорили про разные типы потребностей у людей, как их можно классифицировать. Теперь давайте поговорим про гипотезы об аудитории. Собственно, потребности сами по себе, они бесполезны, но просто воздухи висящие, можно за ними наблюдать, это будет любопытно, но они имеют смысл, когда на основании потребностей мы можем выдвинуть гипотезы об аудитории, а потом качественные и количественные их проверить. Но, собственно, в ближайшие две недели, если не три, мы с вами будем учиться это делать. Итак, важный момент. Дальше многое из того, что я буду говорить, будет говориться с пометкой «важно», и это не просто так, это правда важно. Продукт не должен решать проблемы начальника или команды. То есть, что я имею в виду? Если вы приходите работать в новое место, если вы делаете стартап со своими друзьями, если вы организуете pet project, у вас наверняка будет момент, когда к вам прибежит руководитель, к вам прибежит начальник команды, к вам прибежит кто-нибудь из команды и скажет, «Ой, да я точно знаю, что нужно сделать. Я тысячу раз этим занимался». Или я пошел в Facebook, я пошел в YouTube, я увидел вот такую потребность, давайте скорее ее закрывать. Ребята, чем вы вообще здесь занимаетесь? Тем не менее, команды и начальник тоже люди, у них можно подсмотреть потребности. Это очень важная разница. То есть, если к вам прибегают и говорят, «Мы делаем вот это», ни в коем случае не начинайте это делать. Вначале задайте вопрос, зачем. Много раз про это говорили, и на последнем интервью с Наташей вторник в частности. То есть, уточните, а у какого количества людей есть такая же проблема? Возможно, это индивидуальный случай, и по факту такая проблема встречается, ну, дай бог, у одного человека из тысячи. А может быть, это очень часто встречаемая проблема. Но то, что про это вам говорит один человек, еще ничего не значит. Вам нужно качественное и количественное исследование, чтобы это доказать. Поэтому по умолчанию не стоит сразу бежать и бросаться что-то делать, но при этом не нужно брать и отсекать эти идеи. Почему? Потому что начальник, руководитель, скорее всего, давно занимается этим продуктом или сервисом или крутится в этом мире. А значит, он хорошо может чувствовать потребности пользователя. То же самое и команда. Если она давно занимается сервисом, скорее всего, она уже давно погружена, она работала с пользователями, проводила интервью, то есть она хорошо знает, как работает продукт, исходя из этого, может предполагать, какие есть потребности у пользователей. И в этом смысле у команды и начальника эти потребности очень полезно подсматривать. Но это не всегда должно быть однозначной инструкцией к действию. То есть после того, как вы подсмотрели потребность, ее, естественно, нужно проверить качественно и количественно. Важный момент. Пользователи могут врать и даже не задумываться об этом. Это очень частая история на глубинниках на интервью и тоже достаточно частая история на количественных опросах. Как этого избежать? Сегодня в том числе об этом поговорим, я дам несколько способов. Ну, вот простой пример. Вы общаетесь с человеком, задаете ему прямой вопрос, он вам отвечает, а после этого вы общаетесь еще 15 минут вокруг да около, и внезапно он говорит, слушайте, я внезапно понял, что это не так. Я как-то об этом даже не задумывался, а на самом-то деле все по-другому. Или по его словам вы внезапно понимаете, что на самом-то деле у него совершенно другой паттерн поведения. Он говорит, ну, да, знаете, я занимаюсь спортом каждый день. Почему? Потому что у него есть социальное давление, он хочет хорошо звучать. А потом в процессе, задавая другие вопросы, вы внезапно обнаруживаете, что в последний год он занимался спортом раз в неделю или раз в месяц. Но при этом на прямой вопрос он вам ответил совершенно по-другому. Поэтому очень важно помнить про то, что пользователи могут врать. И они делают это не специально, они даже не задумываются про это. Но что это значит для нас, как для продукт-менеджеров? Нужно уметь это отсекать. То есть нужно уметь каждое такое потенциально слабое место, потенциально узкое место проверять дополнительными вопросами, чтобы убедиться в том, что вы все учли и пользователи вас не обманывают. Что помогает не попасть в ловушку когнитивного искажения? Что такое вообще когнитивное искажение? Это, с одной стороны, когда пользователи вам вруто не мешают, а с другой стороны, это когда вы подталкиваете пользователя к определенным ответам. Это один из самых сложных, наверное, моментов в пользовательских интервью, потому что, когда у вас на руках уже есть какой-то результат, который вы хотите доказать, например, есть гипотеза, и вы очень в нее верите, вы очень хотите, чтобы такая потребность существовала, потому что вы можете сделать приложение, вы знаете, как его организовать, это будет классный стартап, вы поможете людям, еще и в процессе станете богаты. Ну, как бы все, что остается, аккуратно убедить этого конкретного человека, что да, такая потребность у него есть. Так вот, ни в коем случае этого делать нельзя, потому что вы будете сами себя обманывать. То есть очень важно не попасться в ловушку когнитивного искажения и не попытаться повлиять на ответы пользователя. Это крайне сложно, и для этого, собственно, и проводятся в большом количестве глубинные интервью, для этого на них обучаются люди, потому что, когда вы подталкиваете человека к тому или иному ответу, вы не можете потом быть уверены в том, что те результаты, которые вы получили, они достаточно объективны. То есть понятно, что они будут субъективны так или иначе, но то, что они достаточно субъективны и принадлежат полностью к пользователю, и там нет ваших мыслей. Так вот, для того, чтобы не попасться в ловушку когнитивного искажения нужно использовать четкий алгоритм проверки гипотез, предварительную работу и анализ результатов. То есть вот эти три составляющие, алгоритм проверки гипотез, предварительная работа и анализ результатов, позволят вам на первых порах сильно сократить количество таких ловушек, вы, скорее всего, в него будете попадаться, скорее всего, вы будете подсказывать или обращать внимание. Более того, скорее всего, вы, например, будете проводить глубинное интервью слишком быстро. Хорошее глубинное интервью, оно длится от 40 минут, как показывает практика. На первых порах есть вероятность того, что ваши глубинники будут длиться минут 15, и вы не будете понимать, что не так. Но вроде бы все вопросы вы задали, все в порядке. Так вот, наша цель для того, чтобы к концу этого курса, в том числе в этой сфере, вы понимали, как работают глубинники и могли их проводить правильно. Ну, настолько правильно, насколько это возможно. И я хочу очень дать вам максимум инструментов для того, чтобы вы дальше могли развиваться в этом. То есть, понятно, что мы не можем сейчас на выходе сделать из вас идеальных UX-юа-исследователей, которые великолепно проводят качественные и количественные интервью. Но я могу дать вам инструменты и задать импульс в нужном направлении, чтобы дальше вы могли самостоятельно этим заниматься. Вот во многом это я и хочу сделать. Так, я вижу, что есть, кажется, вопросы. Давайте посмотрю. Мое любимое, это когда пользователь понимает, что ты хочешь от него слышать, это вот просто боль. Да, да. То есть, наша задача это сделать так, чтобы пользователь совершенно не понимал, что мы хотим от него услышать в идеале. Рашид, если вопрос касается каких-то сенситивных тем, и человек может не захотеть отвечать честно про себя, можно сделать его проективно. Например, как ваши друзья относятся к... Да, да. Например, так, да. Как ваши друзья относятся к раскапыванию трупов? Давно ли вы их спрашивали об этом? Еще есть такой совет. Не задавайте свой главный вопрос в самом начале, когда ваш собеседник еще не разговаривал. Да, про это тоже будем сегодня говорить, про то, что обязательно в самом начале нужно дать время для того, чтобы вы оба разогрелись. И вам нужно немножко раскачаться, и собеседнику нужно немножко расслабиться. Именно поэтому есть ряд приемов, которые позволяют это сделать. Сейчас про это поговорим. Итак, что важно знать про целевую аудиторию? Собственно, мы довольно много говорим про проверку гипотезы. Будем говорить. Будем говорить про то, как проводить интервью. Но интервью нужно проводить с целевой аудиторией в первую очередь. Что про нее важно знать? Пример. Василий Петрович, 40-45 лет. Занимает руководящую должность. Доход 100-120 тысяч рублей. Жена долго счастлива, двое детей. 12-15 лет увлекается охотой и рыбалкой. Но почему-то Василий Петрович упорно не покупает наше приложение для медитации. Вот хоть убей. Самое главное, что он почему-то и приложение магазина для рыбалки не устанавливает. То есть, главное для медитации. У нас есть все данные, что это основная наша целевая аудитория по соцтему. Но почему он не устанавливает, черт возьми, наше приложение для рыбалки? Так старались, сделали. Разные типы удочек там отобразили. И все. В чем дело? Почему так происходит? Потому что мы ничего не знаем про него. А соцзем нам бесполезен. Конечно, бесполезен это некоторое преувеличение. Полезное что-то знать про человека с точки зрения соцзема. Но не зацикливайтесь на нем, пожалуйста. Очень многие люди начинают полностью проецироваться на соцзема и всю целевую аудиторию считать по нему. Это не продуктовый подход. Это поможет, если вы маркетолог в соцсетях, то есть, если вы занимаетесь маркетингом, если вы занимаетесь рекламой. Вот здесь соцзем может как-то сработать. И то, насколько я знаю, сейчас ребята от этого отходят. Намного лучше составить карту ценности. Это вам позволит понять, когда и зачем нужен продукт, и как он поможет больше, чем соцзем характеристики. Сейчас поговорим про то, как это сделать. Итак, что такое карта ценности? По факту, карта ценности – это ответ на ряд вопросов о вашем пользователе или потребителе, которые в итоге позволят понять, а нужно ли ему это приложение или сервис, нужно ли ему закрыть эти потребности и возникает ли она у него. Факторы выбора целевой аудитории. Что влияет на выбор целевой аудитории? На что они ориентируются, ваша целевая аудитория? Опасения целевой аудитории. Какие у целевой аудитории риски и проблемы, связанные с продуктом? Чего они боятся? Например, что он слишком сложный в использовании. Или, например, это продукт, связанный с переводами банковских платежей, и они боятся, что деньги не найдут. То есть попробуйте заранее предугадать или поинтересоваться, какие у этой целевой аудитории есть риски и проблемы, связанные с этим продуктом. Наше решение. Как и за счет чего мы решаем задачу? То есть как мы закрываем конкретную потребность или боль? Выгоды. Почему именно это решение выгодно для клиента? То есть наверняка уже сейчас клиент как-то закрывает эту потребность. Наверняка у нас уже есть, хотя мы еще не создали приложение, у нас уже есть прямые конкуренты, есть косвенные конкуренты, есть потенциальные конкуренты. Так вот, почему они будут пользоваться именно нами? И, наконец, собственно, конкуренты. Как потребитель закрывает эту проблему сейчас и почему именно так? Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что наверняка у него есть несколько способов закрытия. Почему он конкретно сейчас выбирает тот, который есть? Ну и, наконец, оценка. Степень важности. То есть насколько важна эта проблема для клиента, насколько важно решение. Покажу немножко по-другому, просто запихнув все это в таблицу. То есть у нас есть факторы выбора, опасения целевой аудитории, наше решение, потенциальные выгоды, то есть почему наше решение будет лучше других, конкуренты и оценка. Сначала описываем свое предложение и результаты анализа рынка. То есть у нас уже есть идеи, у нас есть какая-то потребность, и мы можем попытаться вписать их сюда. Это позволит нам понять, насколько мы близки. А затем мы берем информацию с глубинных интервью. То есть мы начинаем проводить глубинники. Опять же, если у нас нет конкретной целевой аудитории, или у нас есть предположение, что нашим сервисом может пользоваться три или четыре разных целевых аудитории, так отлично. Давайте выберем несколько человек из каждой такой целевой аудитории и посмотрим, что они нам ответят. А после этого наложим на эту карту ценности. Мы сможем понять, кто подходит нам лучше, а кто хуже. Для кого, например, наше решение является оптимальным, но при этом очень большие опасения, и поэтому вряд ли нами будет пользоваться. А для кого наше решение не самое выгодное, но при этом оно удобное, и поэтому к нам перейдут это конкурент. То есть очень полезно сначала теоретически описать свое предложение и результаты анализа рынка в такой карте ценности, а затем взять информацию из глубинных интервью и использовать ее. И сейчас давайте обсудим, как, собственно, можно проверять гипотезу. Есть экспертное интервью. Это исследовательский этап, когда еще до того, как мы идем и общаемся с непосредственными пользователями, когда мы выбираем целевую аудиторию, когда мы, предположим, заполнили таблицу ценностей, выбрали несколько потенциальных целевых аудиторий, готовы с ними общаться. Я рекомендую перед этим провести одно или несколько экспертных интервью. Что это такое? Это этап, который позволяет нам понять, достаточно ли мы знаем про продукты. Все ли мы правильно понимаем про индустрию и сферу, где планируем делать продукт или сервис. Или же у нас есть какие-то моменты, которые мы не учли. Есть ли технические сложности? То есть наверняка, если мы нашли какую-то проблему или потребность, которую хотим закрыть, кто-то уже тоже про это думал. И, возможно, почему-то решил этого не делать. То есть, возможно, есть технические сложности, которые мы не учитываем на текущем моменте, просто потому что нам не хватает знаний, а которые очень важны и которые сильно повлияют, например, на экономику продукта. Верно ли наше предположение относительно способа закрытия проблем? И, возможно, нам кажется, что проблему будет удобно закрыть таким способом, но, поговорив с человеком из этой индустрии или сферы, мы внезапно поймем, что это далеко не самый оптимальный способ. Собственно, поэтому пока и не было сделано такого способа закрытия проблем. То есть, тем самым, исследовательский этап – это этап, который позволяет нам проверить, а все ли мы правильно понимаем про саму проблему, про способ ее закрытия и про индустрию и сферу, где мы планируем это делать. После этого… А, кстати говоря, очень хороший способ, которым многие пренебрегают – можно сходить на кофе с конкурентами. У вас наверняка будут потенциальные конкуренты, которые уже работают и либо как-то по-другому закрывают эту потребность, либо вообще чуть ли не точно так же, как и вы. На самом деле, если точно так же, как и вы, тут стоит задуматься, а в чем ваше USP, что будет вас отличать, почему будут пользоваться именно вами. Но даже если способ закрытия другой, ничего не мешает пойти, пригласить человека на ланч или выпить кофе. Почему? Потому что на самом деле на текущем моменте это ваш самый большой союзник. Это человек, который знает про эту индустрию, который знает про эту потребность и знает про ее закрытие больше, чем кто-либо был другой. То есть вы, например, провели все исследования, вы уже погружены. Вот этот человек погружен не меньше, а то и больше, чем вы. Опять же, не нужно переживать, что люди не будут соглашаться, люди будут подозрительнее к этому относиться. Как правило, в тусовке с этим все довольно просто. Ну, в крайнем случае, вам откажут. Но, скорее всего, человек согласится. Затем второй этап. После того, как мы провели экспертное интервью, убедились в том, что мы знаем про продукт, все, что нужно про него знать, знаем про потребности и про ее закрытие, мы проводим интервью глубинники или так называемый качественный этап. То есть мы договариваемся с некоторым количеством людей. Я расскажу, где их можно брать. И с каждым из них проводим интервью. Сразу забегая вперед, скажу, интервью глубинники лучше всего проводить не в одного человека, а в двух. Во-первых, потому что это позволит вам меняться. То есть, например, на первом интервью вы задаете вопросы, а второй человек записывает ответы. А затем наоборот. Во-вторых, собственно, то, что я уже сказал. У вас к началу глубинного интервью должен быть готов сценарий этого интервью. То есть то, как вы задаете вопросы, в какой последовательности. Он не должен заставлять вас однозначно идти по нему. То есть где-то вы можете отклоняться. Где-то вы можете закапываться чуть глубже. То есть глубинное интервью – это во многом про ощущения, про понимание, про эмпатию. Если вы чувствуете, что человек еще не до конца раскрылся, дайте ему чуть больше времени проговорить про несвязанные с продуктом вещи. Если вы чувствуете, что человек слишком отклонился в сторону, аккуратно верните его обратно. Но при этом, если вы чувствуете, что человек отклонился в сторону, но это потенциально может принести вам полезную информацию, дайте ему рассказать чуть подробнее. При этом, естественно, большинство глубинников записываются, и про это очень важно сказать в самом начале. То есть, как правило, когда глубинное интервью начинается, вы говорите, что вы знакомитесь, представляетесь, и говорите, что разговор будет записан, предупреждая человека. Это нужно для исследовательских целей, и после исследования все записи будут удалены. То есть, как правило, этого достаточно для того, чтобы люди расслабились и не переживали. Но, как показывает практика, после интервью смотреть запись вашего разговора и выписывать текстом, что было сказано, довольно сложно и не очень комфортно. Поэтому всегда полезнее иметь второго человека-ассистента, который прямо в процессе может основные вещи накидывать. Опять же, как я уже сказал, стандартные глубинники длятся, ну, наверное, от получаса. Сколько именно будет длиться ваш глубинник? Во-первых, зависит от того, насколько вы качественно сделали подготовительный этап, насколько вы хорошо составили сценарий интервью, и второе, насколько вы по нему идете, сколько времени у вас идет на предварительный разогрев, на представление, на описание, на обсуждение, сколько времени идет на основную часть, сколько времени вы даете человеку на то, чтобы отвлечься на какие-то альтернативные обсуждения. То есть здесь бывает по-разному. На моем опыте, я бы сказал, что в последний год, когда я проводил глубинные интервью, они никогда не длились меньше получаса. В среднем они длились минут 40-50, некоторые длились полтора часа. Все очень сильно зависит от человека. Но полтора часа – это, конечно, уже перебор. То есть полтора часа, я бы сказал, что это максимум, потому что человек устает, вы устаете, и качество такого интервью резко падает. Поэтому я бы сказал, что идеально это от получаса до счастья. На интервью в глубинниках что мы хотим выяснить? Насколько верны и полны наши предположения? То есть у нас, после того, как мы поговорили с экспертами из индустрии, после того, как мы сформулировали проблему, составили карту ценностей, есть некоторое ожидание, скажем так. Мы думаем, что есть вот такая проблема, у нас есть ряд гипотез, или несколько проблем. И кажется, что есть вот такой способ закрытия, или несколько способов закрытия, которые являются оптимальными, которые, кажется, логично было бы использовать. Но насколько верны наши предположения, и насколько мы учли все возможные варианты? Вот интервью-глубинники в процессе общения с людьми позволяют нам понять, насколько мы правы своих предположений. Они, очень важно, позволяют понять, что мы не учли. То есть по моему, опять же, опыту, очень часто после, например, первых двух, трех, пяти глубинников у вас будет список каких-то предположений, способов закрытия или потребностей, которые будут не меньше, а то и больше первоначального списка. Тут стоит оговориться, что совершенно нормально, если после каждого интервью вы немножко тюните свой сценарий интервью и свои предположения относительно закрытия потребностей, относительно гипотезы относительно самих потребностей и того, как их можно закрывать. То есть это нормально, когда вы уже умеете все это делать, и тем более нормально, когда вы только учитесь. Просто убедитесь в том, что у вас сценарий интервью не меняется настолько принципиально, что вам дадут совершенно другие ответы. Но, опять же, такое тоже бывает на самом деле. Бывает так, что в процессе интервью мы получали настолько отличающиеся ответы или настолько глубинные инсайты, что все остальные интервью мы проводили уже по другому сценарию. Ну и, наконец, в чем ошиблись. Это вот тоже может быть сценарий, когда мы начинаем общаться и внезапно понимаем, что та потребность, которую мы хотели закрывать, ее на самом деле нет. Или она закрывается идеальным способом, мы не сможем закрыть ее лучше. Но есть, например, одна или две других потребности, которые мы можем изучить. Или тот способ закрытия потребностей, который мы хотим предложить, он далеко не самый интересный для людей. Но есть альтернативные, которые нам подскажут. То есть это нормально, когда вы тюните сценарий своего интервью и сам формат проведения после каждого интервью. Опять же, в этом месте можно задать резонный вопрос. Стас, а сколько интервью нужно получить для того, чтобы остановиться, провести точнее? То есть сколько информации нужно получить, чтобы считать, что у нас ее достаточно? На это я могу ответить отличный вопрос. И в индустрии есть разное мнение на этот счет. Некоторые проводили даже исследования связанные. И я, как правило, говорю так. Интервью, глубинное интервью, нужно проводить до насыщаемости. То есть если на протяжении нескольких интервью подряд мы не получаем принципиально новых ответов, у нас нет новых инсайтов, у нас нет каких-то моментов, где мы ошиблись. У нас нет принципиально новых вариантов потребностей или способов их закрытия. То это, скорее всего, указывает на то, что, ну, наверное, принципиально новых ответов мы не получим. Как правило, точка насыщения достигается за 10-15 пользовательских интервью. В некоторых случаях может быть 20. Но если вы видите, что у вас на протяжении 3-4 интервью уже нет новой информации, скорее всего, можно останавливаться и составлять опрос, который нам нужен для количественного этапа. То есть мы с вами на предыдущих этапах выяснили все, что мы могли выяснить про индустрию, сферу, потребность ее закрытия. Затем поговорили непосредственно с людьми, провели качественный этап, глубоко исследовали, увидели, где мы ошибались, где нам нужно подтюнить наше предположение. После этого сформулировали еще более качественный опрос. Самое время его проверить на массовом, так сказать, зрителе. Потому что все-таки на этапе интервью глубинников мы их можем провести 10, ну, 15, 20, может быть, 30. А в будущем, скорее всего, мы хотим ориентироваться все-таки на аудиторию в тысячу человек. 5 тысяч, 10 миллионов. Понятно, что мнение 15-20 людей может не совпадать с массовым мнением. То есть наша цель на интервью глубинниках не столько получить однозначную картину, для этого есть опросы, а получить наиболее полную картину, а уже дальше предложить ее людям, чтобы было из чего выбирать. Собственно, наша цель на количественном этапе понять, думают ли все так, как респонденты с глубинного этапа. То есть как именно вообще люди к этому относятся. Возможно, в некоторых ситуациях мы тоже увидим, что мы чего-то не учли, интервью глубинники тоже не смогли это показать. Какая статистика мнений? То есть хорошо, если интервью глубинники были достаточно качественные, и мы достаточно комплексно рассмотрели проблему и все учли, а как люди распределяются по закрытиям потребностей или по самим потребностям? Какие более популярны, какие менее? Ну и точно так же, как на любом из двух предыдущих этапов, и это в принципе характерно для проверки гипотез, всегда убеждайтесь, что вы учли все, что можно, а скорее всего, если вы чего-то не учли, что это может быть? То есть на каждом из этапов, общаясь с людьми, посмотрите, что вы еще не учли. Как задавать правильные вопросы? Несколько базовых принципов глубинных интервью. Собственно, вся сложность и вся красота правильного проведения глубинных интервью – это правильные вопросы и умение их задавать. Правильные вопросы – это во многом подготовка, это тот самый так называемый сценарий глубинного интервью. Умение их задавать – это непосредственно проведение глубинного интервью. Так, Азизбек, вижу вопрос. Вот если говорить про кастомное интервью или же интервью какой-то определенной аудитории, то, может быть, есть какие-то способы привлечения людей на это интервью? Просто часто у меня люди просто отказывались давать интервью. У меня был ступор, как их привлекать. Азизбек, чуть попозже расскажу. Я дам несколько способов привлечения людей на интервью, которые, по крайней мере, из моей практики работают. Это не все, но некоторое количество, которое может помочь. Итак, как задавать правильные вопросы? Несколько базовых принципов глубинных интервью. Во-первых, знайте, кого вы опрашиваете. Это очень важный момент. Еще до того, как вы начали опрашивать, в идеале. Но это нормально, если вы в процессе будете это уточнять. То есть это как раз-таки, вот забегая вперед в самом начале для того, чтобы немножко разогреться, вы задаете общие вопросы человеку, чтобы познакомиться, а заодно понимаете, кто перед вами. То есть после этого вы понимаете, какой целевой аудиторией относится этот человек. Или чем он увлекается, какие у него взгляды, какой у него суддем. То есть очень важно понимать, кого вы опрашиваете, потому что ваши ответы просто в вакууме все-таки не дадут вам полной информации. Вам нужно понимать, с какой целевой аудиторией вы работаете. Правильно сформулируйте гипотезу и вопросы. Это очень важный этап. Когда вы готовитесь к глубинному интервью, начинается то есть с того, чтобы понять, а какая у нас есть гипотеза. Гипотеза может быть о потребности. То есть мы считаем, что у людей вот в такой целевой аудитории есть такая-то потребность. Гипотеза может быть о решении. Мы считаем, что вот такая потребность в этой целевой аудитории эффективнее всего будет закрываться таким способом. И, исходя из этой гипотезы, сформулируйте вопросы. Как люди уже закрывают эту потребность? Есть ли она у них вообще? Как часто она у них возникает? Почему они закрывают именно так, а не по-другому? Если бы у них был способ другого способа закрытия, на что бы они обратили внимание? Какие есть плюсы? Какие есть минусы? То есть, исходя из вашей гипотезы, попытайтесь выставить вопросы. Составьте подробный сценарий интервью. Не нужно накидывать в общих чертах, постарайтесь как можно более глубоко пройтись, потому что это позволит вам потом, во-первых, варьировать сценарий интервью в процессе. То есть если у вас есть прям подробный сценарий, вы всегда можете часть вопросов убрать, часть вопросов добавить. И при этом будете уверены в том, что эти вопросы вы уже ушли, и ваш ассистент запишет ответы на них, и что вам они пригодятся. Естественно, я уже сказал, после первых нескольких глубинных интервью ваш сценарий, скорее всего, будет видоизменяться. Где-то расширится, что-то вы выбросите, потому что вы видите, что это вообще не помогающие вам вопросы, никакой полезной информации они не несут. А что-то, наоборот, добавить. Еще одно правило, мы про него уже немножко, на самом деле, говорили в чатике. Открытые вопросы, а не закрытые вопросы. Что такое открытые и закрытые вопросы? Закрытый вопрос – это вопрос, на который можно дать однозначный ответ, например, да или нет. К примеру, мы хотим сделать приложение, которое позволяет в домашних условиях делать самомассаж, для того, чтобы у людей меньше болела спина, шея и так далее. Мы начинаем свое интервью вопросом. Скажите, у вас болит спина? Вам отвечают – да. А шея? Нет. И все. Получается, что вы фактически никакой информации не получили. Как часто у человека болит спина? Как он купирует эту проблему? С чем связана эта боль, если он об этом знает? Какими средствами он пользуется в настоящий момент? Никакой этой информации мы получить не смогли. Поэтому зачастую нужно задавать открытые вопросы. Например, скажите, какие проблемы со здоровьем на постоянной основе у вас бывают? Какие из них встречаются чаще всего? Ага. А как вы их решаете? То есть наша задача – это вести диалог, а не задавать допросные вопросы. Не продавайте идею и не оправдывайтесь. Ментально заткните себя. Это к вопросу про когнитивную ловушку. Это очень сложно, особенно на первых порах, но постарайтесь это сделать. Скорее всего, если вы проверяете какую-то гипотезу, особенно если это ваш продукт или проект, вам очень захочется как-то мотивировать людей, как-то продать идею с горящими глазами, сказать, ну, это же классно, ну, правда, ну, скажи, что это классно. Это же классно, правда? И это очень полезный навык, но оставьте его для инвесторов, для команды, для руководителя. Нужно знать, когда нужно продавать идеи, а когда нужно заткнуться и слушать. Так вот, глубинное интервью – это тот этап, когда нужно заткнуть вот этого восторженного внутреннего себя, которого кажется, что он придумал очень классную идею, и не выдавать ее. Точно так же не оправдывайтесь. Если вам кажется, что, например, у вас классная идея, или наоборот, если вам кажется, что вы проводите глубинное интервью, но при этом само решение не очень, человеку не нужно об этом знать. Не нужно говорить, ну, мы понимаем, что это не лучшее решение, но, пожалуйста, скажите или не оправдывайтесь и не продавайте. Будьте максимально нейтральны в отношении вашей идеи. Плавно войдите в разговор. Тоже уже упоминаю сегодня. Тут полезнее всего сначала рассказать о себе. Начните с того, что вы представитесь. Скажете, меня зовут вот так-то, я занимаюсь вот этим. Мы изучаем вот такую штуку. У нас вот такой продукт, или, ну, если у вас уже есть продукты, вы проверяете какую-то гипотезу. Или мы сейчас изучаем рынок. Тут важный момент. С одной стороны, немножечко расскажите не только про себя, но и про продукты, или про гипотезу. С другой стороны, вам ни в коем случае нельзя субъективно настраивать человека. То есть вам не нужно говорить, какой ответ вы ищете, или какую гипотезу проверяете. То есть более высокоуровнево и расплывчато расскажите человеку про то, что происходит, но, тем не менее, дайте ему какую-то информацию. Это позволит ему немножко расслабиться и войти в процесс. Не забывайте сказать про то, что у вас идет запись, то, что вы удалите это исследование по окончанию. Но, кстати, довольно важно не забыть удалить исследование. Такое вот правило хорошего тона. Если у вас есть ассистент, вы можете представить его, сказать, что он будет записывать ответы. Немножечко пораспораживайте респондента. Кто он, как его зовут, сколько ему лет, чем он увлекается. Если вы, например, опрашиваете о конкретном сервисе вашем, поинтересуетесь, как давно он им пользуется, в каких сценариях, зачем он ему нужен. То есть тем самым вы, с одной стороны, получите больше информации про вашего респондента. Это наш пункт первый. Знаете, кого вы опрашиваете. Это уже играет в плюс на наши исследования. А с другой стороны, это позволяет вам немножечко и самому разогреться. То есть вы выстраиваете этот флоу беседы, и человеку немножко расслабиться. Человек, скорее всего, видит вас в первый раз. У вас нет такого, что вы сначала сейчас созвонились, поболтали, вышли на контакт, и после этого начали интервью. Человек с холодного места, с холодного старта начинает с вами общаться. Немножечко разогрейте его. Это то же самое, что и какой-то, не знаю, нетворкинг или социальные контакты в баре, пабе, кафе. Начните с общих вещей, с общего рассказа про себя и про человека, расположите его к себе, дайте ему раскрыться для того, чтобы вам потом проще было с вами общаться. Расскажите, как будет проходить интервью. Это очень важный момент, многие про него забывают. Он важен, потому что человек очень по-разному относится к процессу, в зависимости от того, знает ли он, что будет происходить дальше или нет. То есть даже если вы доброжелательны, даже если вы рассказали про себя, но вы не сказали, как будет проходить интервью, для вас это понятно. У вас есть подготовленный сценарий, вы давно этим занимаетесь, вы понимаете, как проводятся глубинники. А человек, вполне вероятно, вообще ни разу в нем не участвовал. То есть он не понимает, а что будет с ним происходить, как его будут спрашивать, на что повлияют его ответы. То есть в целом расскажите человеку, из каких этапов интервью будете стоять, будете ли вы говорить голосом вживую, будете ли говорить в онлайне, будет ли запись. То, про что я уже говорил, это все нужно здесь уточнить. Управляйте беседой и слушайте собеседни. Вот здесь как раз-таки начинает играть роль то, про что я рассказывал. Если вы видите, что собеседник уходит куда-то в сторону, аккуратно верните его обратно. Если вы видите, что беседник, простите, что ваш собеседник ответил на ваш вопрос, но при этом ничего не сказал, то есть вы задали вопрос, и он дальше минуту рассказывал, но при этом по факту ничего не сказал. Не стесняйтесь еще раз уточнить, сказать, окей, это очень важно и интересно, но тем не менее, и снова задать вопрос. Или переформулируйте его. Это, кстати, очень важное умение, переформулировать вопрос для того, чтобы человек в итоге все-таки ответил, важный момент, не так, как вы хотите, а ответил на тот вопрос, который вы задаете. То есть вы не должны влиять на его ответ, но вы должны получить какой-то конкретный ответ. Если вы видите, что он уходит от ответа или сам этого не понимает, помогите ему. Точно так же слушайте собеседника. Иногда бывают ситуации, когда вы общаетесь с человеком, и он, кажется, немножко уходит в сторону или начинает рассказывать про проблему или решение, про которое вы вообще не думали, а потом внутри что-то щелкает, и вы такие, вау, минутку, кажется, здесь что-то можно нарыть. Ну-ка, ну-ка, давайте-ка про это поподробнее поговорим. То есть если вы видите, что есть потенциальное какое-то окошко для того, чтобы получить больше полезной информации, дайте собеседнику выговориться. Записывайте сразу. Иногда удобно проводить интервью вдвоем. То есть найдите ассистента, найдите человека, которому это тоже будет интересно, или, например, если вы отрабатываете глубинное интервью, просто подберите себе коллегу, с которым это проще будет делать, и меняйтесь. То есть на первом интервью вы задаете вопросы, вы идете по сценарию, вы отрабатываете сам формат интервью, а второй человек записывает в общий файлик. Как правило, например, я просто составляю табличку в Google Doc, где пишу сценарий интервью, и дальше пишу имя и респондента, и все, что остается ассистенту, это просто в каждой строчке записывать результаты. Ну или в обратную сторону, вы записываете результаты, а второй человек опрашивает. Я крайне рекомендую попробовать обе эти роли на самом деле, потому что это очень полезно. Задавайте уточняющие вопросы, не стройте догадок. Это тоже важный момент. Когда вы проводите глубинное интервью, сценарий, он не просто так называется сценарием. Это некоторый костяк, некоторая базисная основа, по которой вы будете двигаться. Но у каждого человека, в зависимости от ответов, может быть очень разная глубина того, насколько его можно расспросить на том или ином этапе. Поэтому не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Если вам человек сказал, вы, не знаю, спросили, скажи, пожалуйста, бывает ли так, что у тебя случаются проблемы физические с организмом? Он говорит, ну да, бывает. И вы спрашиваете, а как часто? Какого типа? Ага, у тебя болит спина? Скажи, пожалуйста, как часто это происходит? А ты когда-нибудь обращался к врачам по этому поводу? Как ты решаешь эту проблему? С чем это обычно связано? Знаешь ли ты, почему она болит? То есть погружайтесь глубже. Если вы видите, что человек особенно дал вам короткий ответ, не обязательно повторять вопрос снова, скорее попытайтесь его немножечко копнуть глубже. В другую сторону не строите догадок. Не должно быть такого, что вы, слушая человека, говорите, ага, ну, короче говоря, вот здесь так, вот здесь так, я предполагаю, что здесь так. По факту при этом человек вам эту информацию не сказал. То есть очень важно, чтобы все то, что будет в итоге в вашем файле записано, это все сказал так или иначе человек. Ну, как минимум, это полезно, потому что вы потом можете собрать эту информацию, и если потом к вам возникнут вопросы, вы можете прийти и сказать, смотрите, вот результаты нашего интервью, вот запись, вот человек прямым текстом про это говорит. То есть не должно быть такого, что вы строите догадки или тем более пытаетесь результаты интервью каким-то образом куда-то вот под шамане, для того, чтобы они соответствовали вашим ожиданиям. То есть здесь, на самом деле, глубинные интервью, они очень похожи на научные исследования. Здесь те же самые принципы. Вы не имеете права влиять на результат. Отвечайте вопросом на вопрос. Вот это очень важный принцип такой. Если вас что-то спрашивают, например, вот будем разворачивать, дальше раскручивать. Все тот же пример со спиной, который в голову пришел. Вы спросили, скажи, пожалуйста, как, часто ли у тебя болит спина? И вам в ответ задают вопрос, а что такое часто? Вам не нужно отвечать, что такое часто. Вы можете в ответ сказать, а как ты сам считаешь? Вот, как говорят в твоем случае. Почему? Потому что, например, если вы говорите, что часто это 2-3 раза в неделю, ваш собеседник говорит, что нет, не очень часто. А потом внезапно выясняется, что у других собеседников другое определение этого слова часто. То есть и в их голове 2-3 раза в неделю это еще как часто. И они хотят закрывать эту потребность. То есть там, где вас спрашивают, отвечайте вопросом на вопрос, для того, чтобы собеседник дал вам больше информации. Если вам задали вопрос, и вы на него ответили, опять же, это нормально. Вы должны отвечать во время глубинника. Просто ищите моменты, где, если вы ответите, вы дадите слишком много информации. И переформулируйте ваш ответ в вопрос. То есть уточните у человека, а как ты сам считаешь? А как часто у тебя это происходит? А что ты сам можешь по этому поводу сказать? На первых порах это может быть немножко контринтуитивно, потому что все-таки, как правило, в диалоге, особенно в диалоге, где вы пытаетесь разговорить с человеком, хочется дать ему какое-то количество информации. Если он вас спрашивает, то что-то ответит. Тем более, если у вас есть какая-то классная идея, о которой вы говорите. Но не давайте себе это сделать. Какие вообще типы глубинных интервью бывают? Давайте сейчас в общих чертах пройдемся. Опять же, еще раз повторюсь, возможно, здесь они будут не все, потому что глубинные интервью проводятся сейчас постоянно в индустрии. Они появляются новые, они исчезают старые. Скажем так, это наиболее часто встречающиеся типы на текущий момент. Итак, проблемное интервью. Это интервью, где мы пытаемся узнать про проблему. То есть у нас есть некоторые предположения, у нас есть одна проблема или набор проблем, и мы хотим выяснить, а существуют ли они. Нужно ли с ними работать. Решенческое интервью. Мы уже выяснили по поводу проблем, и теперь у нас есть некоторое количество предположений о решениях. Например, у нас есть одна проблема и несколько вариантов решений. Или несколько проблем и по решению на каждую из них. То есть здесь мы пытаемся изучить, а какое решение подойдет человеку. Есть так называемый customer development, где мы изучаем непосредственно нашего потенциального клиента. Чаще всего это работает, когда у нас уже есть продукт, и мы изучаем, а почему нами пользуются, зачем это нужно. У меня, например, в практике это очень часто было в компании Pixonic, потому что у нас была очень активная, очень играющая аудитория, но при этом мы до конца сами не понимали, в чем успех нашего продукта. То есть что такого в нас заставляет людей к нам приходить и с нами оставаться. Собственно, для этого случая есть кастер. User Research. Здесь вы можете изучить потенциальную целевую аудиторию, и, возможно, на этом этапе у вас даже нет предположений о проблемах или решениях. То есть здесь у вас есть потенциальная целевая аудитория, на которую у вас уже есть выход. Например, у вас есть приложение с какой-то целевой аудиторией, которое активно им пользуется. И вы хотите эту целевую аудиторию закрыть в ней какую-то другую проблему. Поэтому вы начинаете с ними общаться и выяснять, какие еще сложности у них есть, какие еще проблемы. Jobs to be done interview. Это конкретное интервью по конкретному фреймворку. То есть в интернете их довольно много. Я думаю, про Jobs to be done вы наверняка слышали. То есть это конкретный формат, когда вы формируете вопросы и хотите понять, что используется для закрытия проблемы или как это можно улучшить. Тест ценности концепции. Concept Value Test. То есть у вас есть некоторые концепции, некоторые идеи, проблемы или решения. И вам нужно понять даже не столько, насколько они актуальны человеку, а насколько они важны и насколько они потенциально ценны. То есть здесь вы смотрите не просто существует ли такая проблема, а пытаетесь сравнивать между собой несколько. Вот это чаще всего такой подход используется, если у вас есть несколько вариантов. Но так или иначе, это все глубинники. Это все глубинные интервью. Поэтому наша цель здесь – это разговорить с собеседника и узнать больше про его привычки, про его потребности, про его мотивации, про реакции на дизайн, про впечатления. Примеры. Давайте сейчас тогда немножечко пойдемся про пример. Пример продуктово-ориентированных вопросов. Какую проблему хотели решить, когда начинали использовать приложение? Какую основную пользу приносит приложение или сервис? Чего не хватает в приложении? То есть здесь мы пытаемся поинтересоваться у пользователя, что есть в приложении или чего ему не хватает, и какую пользу оно для него несет. Эти вопросы чаще всего особенно хорошо работают, если у вас уже есть имеющееся приложение и вы хотите получить больше информации. Вопросы следующий рынок – юзер-ресерч. Какая ваша самая большая проблема, которую должно решить приложение? Что мешает вам решить эту проблему сейчас? Какие препятствия вы встречаете? Вопросы о поведении. Какие социальные сети вы используете? Как много времени вы проводите в сети? Как часто у вас болит спина? Как вы ее лечите? Вопросы о пользовательском опыте. Почему вы поставили наше приложение? Как о нем узнали? Что в нем можно улучшить? Что вам в нем не нравится? В глубинном интервью есть несколько этапов. Очень важно определить ключевые темы, то есть понять, что мы хотим узнать. Здесь нам как раз поможет выписанная четкая гипотеза или несколько гипотез. Но, опять же, как правило, в одном глубинном интервью обсуждается одна гипотеза, чтобы слишком сильно не отклоняться. То есть даже в рамках одной гипотезы можно довольно глубоко прокопать. Примеры. Почему люди покупают онлайн? Как люди покупают онлайн? В чем разница между онлайн и оффлайн покупкой? То есть нам нужно определить высокоуровневые ключевые темы. Обращаю ваше внимание, что вот каждый из таких вопросов он за собой несет еще блок каких-то подвопросов. То есть это скорее не конкретный вопрос, а начало для разговора в конкретном направлении. То есть у нас такая есть дорожка с большим количеством развивок. Первый большой блок – почему люди покупают онлайн? Второе. Как люди покупают онлайн? Как часто? Какими сервисами пользуются? Что чаще всего покупают? Возвращают ли обратно? А сколько удовлетворены? Как оплачивают? В чем разница между онлайн и оффлайн покупкой? То есть как люди покупают в оффлайне? Как в сравнении? Если они раньше покупали оффлайн, а сейчас онлайн, почему перешли? Если не покупают онлайн, почему не пользуются? Затем разбейте вопросы на части. То есть здесь мы по сути обозначили темы. Где-то они обозначены просто предложениями, как например, как люди покупают онлайн, утверждениями точнее. Где-то вопросом, почему люди покупают онлайн? Разбейте каждый вопрос на части. Каждая тема разбивается на конкретную серию вопросов. Например, почему люди покупают онлайн? Пример вопросов. Какие товары вы покупаете в интернете? Какие товары вы никогда не покупаете в интернете и почему? Что нравится в процессе оплаты онлайн? Что не нравится в процессе оплаты онлайн? Не используйте влияющие на ответ формулировки. Не додумывайте ответы за респонденты и не подсказывайте. Я уже не первый раз про это сегодня говорю, но это правда очень важно. Вы сами заметите, что если вы как-то формулируете вопрос так, что подсказываете человеку ответ, то вы получите никак не помогающие вам результаты опросов. Например, сильно ли вас раздражает, когда что-то не работает при заказе товара онлайн? В чем здесь подводный камень? Почему это плохой вопрос? Попробуйте сейчас написать в чате. Так, закрыты. Отлично. Да, мы заранее даем ответ. Там уже есть присуппозиция, потому что заранее предполагают раздражение. Да, именно так. Во-первых, это закрытый вопрос. То есть на него можно дать ответ да или нет. Сильно ли вас раздражает? Да, сильно. Или нет, не сильно. Во-вторых, мы здесь сразу направляем человека. То есть мы не говорим ему, скажите, вас раздражает? А сильно ли вас раздражает? Например, то же самое, как в известном анекдоте. Давно ли вы начали пить коньяк по утрам в понедельник? Да, 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 да. Как часто ты перестал пить виски по утрам? Именно так, да, Настя. Как стало? То есть как можно было бы переписать этот вопрос? Постарайтесь припомнить, когда вы в последний раз хотели купить товар онлайн, и что-то не работало. Что вы чувствовали? То есть здесь, во-первых, когда человек начинает вспоминать, мы сразу поймем, как часто это с ним происходит. То есть, например, он говорит, о, да, буквально вчера был такой случай. Или, слушайте, ну вообще, мне кажется, три месяца назад. То есть это позволит нам понять, как часто человек сталкивается с такой ситуацией. Потом он сам нам расскажет, что происходило. Возможно, все его проблемы были решены, все было в порядке. А возможно, у него был какой-то крайне неотрицательный опыт. Но мы не подсказываем ему в этом. Он сам это формулирует. Так, Рашид, можно еще раз проговорить разницу между CastDev и User Research? Да, можно, но я заранее говорю, что так или иначе все глубинники, они похожи по логике своей, просто они направлены на немножко разные вещи. Customer Development, у нас уже скорее есть идея или прототип нашего продукта, и мы тестируем его на потенциальную востребованность. То есть здесь мы проверяем, насколько конкретная идея, она подойдет. А User Research мы скорее исследуем рынок. То есть мы смотрим, какие есть потребности и мотивации. То есть, например, в случае User Research у нас уже есть какая-то целевая аудитория, пользующаяся нашим приложением. То есть у нас есть к ним доступ, мы можем им показывать рекламу в этом приложении, мы можем отправлять пуши. У нас есть к ним так или иначе доступ через соцсети. И мы хотим с помощью этой целевой аудитории выпустить какое-то новое приложение, которое закрывает другую потребность. Соответственно, мы начинаем проводить User Research. А какие у этой целевой аудитории вообще есть еще потребности? Как можно их обработать? Как можно их закрыть? Или другой пример. Мы в целом выходим на рынок и смотрим. Окей, рынок России. Какие здесь есть наиболее часто встречаемые потребности? То есть здесь просто в зависимости от того, насколько широко мы берем. Надеюсь, я ответил вопрос. Да, супер, ура. Итак, давайте двигаться дальше. Спрашивайте о конкретных событиях. О реальном опыте рассказывают более точно и искренне. То есть старайтесь не переводить ее в разряд абстракции, а вот предположим, что или как вы думаете, если бы спрашивать про конкретные кейсы, с которыми люди сталкивались. Например, как было. Какие мысли приходят в голову, когда не получается завершить покупку онлайн? Ну, то есть это открытый вопрос. Здесь нельзя ответить «да» или «нет», но он очень абстрактный. То есть человек, он, возможно, об этом даже не задумывался. Это вот к вопросу как раз-таки про то, что люди могут врать. Чаще всего люди могут начать вас обманывать, когда им задают вопросы по поводу каких-то моментов, где они не думали до этого момента и начнут думать в процессе. Потому что, возможно, они потом взапно, спустя неделю такие скажут, «Ой, слушайте, я наврал вам на самом деле, я думаю по-другому». То есть намного лучше, когда вы спрашиваете про конкретный опыт, потому что опыт, конкретные поступки, они помогают вам понять, как человек, в принципе, думает и функционирует. Расскажите, что вы подумали, когда в последний раз пытались что-то купить в интернете, но так и не смогли. Опять же, если человек начинает вам отвечать и понимает, что не может вспомнить, вполне возможно, что это не очень часто встречающаяся у него проблема. Или она у него встречается регулярно, но не вызывает раздражения. Потому что, возможно, у этой целевой аудитории с этим нет проблем. Может быть, не знаю, вы с буддистами общаетесь. Или, возможно, она настолько хорошо закрывается, то есть, да, бывают проблемы, но они настолько эффективно решаются, что у человека даже не возникает каких-то мыслей по этому поводу. По возможности задавайте открытые вопросы. Не позволяют погрузиться в детали и узнать самое нужное. Я уже не в первый раз повторяю сегодня про открытые вопросы и еще буду про это говорить. Почему? Потому что, как правило, когда студенты составляют свои первые сценарии глубинных интервью, очень часто там открытые вопросы встречаются. Опять же, тут важно понимать, что открытые вопросы – это, не знаю, как углеводы при диете. Это не есть однозначное зло. Но ими нужно пользоваться с умом. То есть основная составляющая вашего интервью все-таки должны быть открытые вопросы. Открытые вопросы, прошу прощения. А закрытые вопросы, вы можете их иногда задавать. Например, закрытые вопросы часто встречаются в первой части. Сколько вам лет? Любите ли вы что-то? Чем вы увлекаетесь? Ну, чем вы увлекаетесь, на самом деле, уже открытый вопрос. Или в завершающей части. Например, вы покупаете онлайн. Что вы недавно покупали онлайн? Вы покупаете онлайн – это открытый вопрос. Он дает минимум. Закрытый, прошу прощения. Закрытый вопрос – он дает минимум информации. Как стало? Расскажите о том, как вы в последний раз покупали что-нибудь онлайн. Обращаю ваше внимание, что здесь, кстати, используется и наш предыдущий этап, когда мы говорили про личный опыт. Мы сразу спрашиваем человека про то, что он испытывал. Теперь, собственно, тот вопрос, который уже задавали. А как вообще найти людей для интервью? Где их откопать? Есть бесплатные способы, есть платные способы. Еще раз повторюсь, не все возможные способы я здесь указываю, но большинство. Во-первых, личные контакты. Друзья, родные, подписчики в соцсетях. Тут важный нюанс. У них не должно быть слишком много информации про вашу гипотезу, проблему или приложение. Часто бывает то, что друзья или родные, как наиболее близкие люди, вы им рассказываете про свою работу, и, как следствие, они могут быть байс. То есть они могут быть субъективно направлены в ту или иную сторону. Поэтому ваша задача все-таки выбрать тех людей, у которых не будет такой предрасположенности к той или иной версии, к тому или иному результату. Но при всем при этом личные контакты это один из наиболее удобных способов проверки гипотезы, особенно на первых этапах. Затем соцсети. LinkedIn, Quora, Reddit, ответы Mail.ru. То есть любые соцсети, где вы проявляете активность. Это, кстати говоря, к первому этапу тоже относится. Это могут быть ваши подписчики. То есть первый этап вы просто размещаете опрос для подписчиков. А второй вы идете на специализированные сайты. Например, вы знаете, что на Reddit есть огромный форум, посвященный такой проблеме или посвященный какой-то игре, а вы хотите сделать предложение, решающую проблему, связанную с этой игрой. Это ваша прямая дорога, потому что это бесплатный способ набрать много ответов. Коллеги в коридорах и люди на профильных конкуренциях. Это так называемые коридорные опросы, когда у вас есть гипотеза и вы берете, ловите кого-то на 10-15 минут на поговорить. Пойдем выпьем кофе, а как начнет покурить? И в процессе человека опрашиваете, тем самым проверяете свою гипотезу. Кстати, то же самое, мы позже будем говорить про проверку с помощью прототипов и в целом про прототипирование. Так вот, то же самое работает для прототипов. То есть, коллеги в коридорах это вообще очень ценный источник информации. Люди на профильных конференциях та же самая история. То есть, это люди, которые, скорее всего, разбираются в индустрии, которые, скорее всего, будут уже погружены в этот продукт или процесс и которые дадут вам более точечные ответы. То есть, тут хотя бы потому, что они сами умеют проводить глубинники иногда и в этом случае смогут лучше дать какой-то ответ. Теперь платные способы. Здесь вообще все зависит от вашей фантазии. В принципе, как найти людей для интервью, это вопрос в большей степени про фантазию. Можно сделать лендинг, который описывает идею и проводить людей собирать почтовые адреса и задавать вопросы. То есть, например, если у нас есть какая-то идея, вместо того, чтобы задавать людям вопросы напрямую, а давайте сделаем лендинг несуществующего приложения. У нас даже нет MVP, у нас нет прототипа, мы просто говорим о том, что вот есть такая потребность, пишем большими буквами. Вы устали, не знаю, как в рекламе магазина на диване, условно говоря. От такой-то проблемы у нас есть суперсовременное решение. И, например, три варианта ценника. Или хочу, чтобы мне сообщили, когда вы выйдете на мой рынок. К сожалению, в вашей стороне мы еще недоступны, но, пожалуйста, оставьте контакты. В этом случае вы соберете базу почтовых адресов, которые потом можете использовать для глубинных опросов. Или вы можете использовать их для количественных опросов. Вы можете разослать им анкету и сказать, ребята, спасибо вам большое для того, чтобы сделать продукт лучше. Мы проводим дополнительные исследования. Можете стать одним из первых. Бла-бла-бла-бла-бла. Сервисы-опросники. В интернете их большое количество и качественные, и количественные этапы можно проводить на них. Более того, в интернете есть сервисы, которые позволяют получить доступ к аудитории, которая проходит опросы. То есть, не знаю, 20, 30, 100 тысяч человек, которые сидят на определенных сайтах и не зарабатывают тем, что они проходят опросы. Причем тут можно не бояться. На нормальных сайтах там проверяется все на фронт, и если есть какие-то люди, которые просто прокликивают задания и ответы, их довольно быстро автоматически можно определить. То есть, здесь вы в целом довольно быстро можете получить качественные результаты. Единственное, что не всегда можно быть уверенным в том, какая целевая аудитория у вас будет, но опять же, на некоторых сайтах можно и выбрать целевую аудиторию по соцдему, по увлечениям, по еще каким-то параметрам. То есть, с одной стороны, есть сервисы-опросники, с помощью которых вы можете опросы создать или распространить, а с другой стороны, есть сайты, на которых вы можете выйти на потенциальную аудиторию. Холодные звонки, вебинары тоже вполне себе способ. То есть, вы можете, получив какую-то базу телефонных звонков или базу почтовых адресов, обзванивать и, возможно, кто-то согласится. Не идеальный, но работающий. То же самое. Вы можете устроить бесплатный вебинар. Очень часто, особенно образовательные какие-то платформы или программы так делают. И на этом вебинаре собрать контакты людей для того, чтобы потом их привести на интервью глубинное. То есть, на самом деле, наша основная цель это получить контакты людей, а затем связаться с ними и получить от них одобрение для того, чтобы провести глубинное интервью. Чем больше таких людей будет, тем лучше. Опять же, даже те люди, которые вам откажут на первом этапе, вполне возможно, что их можно будет использовать на втором этапе, когда вы будете провести количественное интервью. То есть, здесь это все равно вам так или иначе поможет. Мы сегодня поговорили, начали с того, что поговорили, про классификацию потребностей. Второе, мы обсудили, как потребности искать. То есть, где их можно искать, что можно делать. Потом поговорили, что важно знать про целевую аудиторию, что судзем — это не серебряная пуля, и более того, чаще всего для продукт-менеджеров судзем не очень полезен. Нам намного важнее понимать карту ценностей нашего потенциального пользователя и уже получать какие-то конкретные инсайты из глубинных интервью. Поэтому мы будем составлять карту ценностей. Собственно, я дал вам шаблон для этого. После этого поговорили, как проверять гипотезы. Я постарался на самый важный момент обратить внимание и описать, как составить свой первый сценарий и второй, и третий глубинного интервью. Думаю, это поможет. Затем поговорили про типы. Исследования никакие не бывают, как они различаются, и на что важно обращать внимание. Спасибо вам большое за внимание.